Хочу поздравить команду болельщиков с победой, потому что после двух таких тяжелых поражений нам надо было реабилитироваться перед нашими болельщиками. Что касается игры, то получились два разных тайма. В первом тайме играли очень медленно, много поперечных передач назад, второй тайм совершенно другой. Хотел бы отметить выход Антона Миранчука и Беки-Беки, которые добавили скорости, добавили проникающей передачи. Я думаю, второй тайм был качественный. Смотрелось, что вы отметили, что в первом тайме поперечная и назад передача Бека-Бекан вышла во втором тайме и сразу игра пошла в атаку. Почему его решили использовать 46 минутами с первой? Ну, мы смотрим по тренировкам и выбрали вот такой состав на игру. Тем более у нас 5 человек не могли играть, это 3 человека по карточкам и Баринов еще не залечил травмы и Гильерми чуть-чуть усугубил травму. По стадиону после игры объявили, что у Локомотива был самый молодой состав в среднем в РПЛ. Это достижение Локомотива или все-таки какая-то вынужденная мера, связанная с тем, что вы уже сказали, что и травмы, и карточки. И может быть дальше и продолжать в том же духе, раз результат есть? Спасибо. Ну, очень приятно, что мы таким молодым составом выиграли сегодня. Ну, еще раз повторюсь, что замены были вынуждены. Ну, мы очень рады, что молодые ребята набираются опыта. Мы им будем стараться только помогать. Они будут получать шанс. Ну, им надо работать на тренировках и доказывать, что они готовы играть в основном в составе. Вы сказали насчет Гильерми. Можно поподробнее, что с ним произошло и долго ли он будет лечиться? Ну, Гильерми чуть-чуть усугубил травму в игре с Краснодаром. Ну, Гильерми это номер один наш, это капитан команды. Это прошлое и настоящее Локомотива. А Даня Худяков это настоящее и будущее Локомотива. И второй вопрос насчет Наиры Тегнезяне. Мне показалось, что за год, почти за сезон Локомотиве сегодня был лучший матч его. Согласны ли вы с этим? И что вообще, как вы с ним разговаривали лично, чтобы он играл лучше? Ну, да. Наир провел сегодня очень качественный матч и хорошо подключался в атаку. И в обороне очень четко сыграл. Да, я согласен с вами, что он провел хорошую игру сегодня. У меня будет два вопроса. Сначала первый. Вы пообщались как-то со Слузским после игры? Может быть, поддержали его, учитывая сложную ситуацию вообще? У него в команде очередное поражение. Просто на нем лица вообще нет. Нет, я не пересекся с ним, а перед игрой так подбодрили чуть-чуть и пожелали хорошей игры нашим командам. Коллег, Стас Макгеев сыграл после долгого перерыва достаточно хорошо, я считаю. Как вы думаете, дальше он будет в основе выходить или пока он не готов к постоянной игре 90 минут в каждом календарном матче? Не, ну Стас уже набрал хорошие кондиции. Да, ему надо вот сейчас за счет игр набрать практику. Так, это хорошо для нас, что у нас есть выбор. Потому что у нас, когда он был травмирован, и Баринов, у нас не было выбора такого. А так, кто, еще раз повторюсь, кто на тренировках будет выглядеть лучше, кто-то будет выходить в стартовом составе. Редактор субтитров А.Семкин